История о жизни и героической смерти. И о том, как спустя 70 лет дети, внуки и правнуки находят главу семейства, без вести пропавшего во время войны. В Иваново на захоронение привезли останки красноармейца Дмитрия Кузьмича Кротова. До 2011 года его родные не знали, где именно покоится фронтовик. Подобные истории есть почти в каждой семье, но мало кому удается отыскать места захоронений или останки родственников. Такие пробелы собираются устранять виртуально. К 70-летию Великой Победы будет издана электронная книга памяти о тех воинах, которые были ранее пропавшими в бездне, числились, а сегодня их судьба установлена для того, чтобы и родственники, и последующее поколение знали и помнили о тех людях, которые защитили наше Отечество и, в общем-то, даровали свободу и жизнь последующим поколениям. Останки красноармейца были обнаружены на Украине в Донецкой области поисковой организации «Плацдарм». С 2011 года Дмитрий Кротов находился во временном захоронении. Два года ушло на то, чтобы переправить гроб в Россию. На кладбище в Болино собралась вся большая семья Дмитрия Кузьмича. Теперь у него только внуков, правнуков и праправнуков – 16 человек. Когда в 1941 году красноармеец уходил на фронт, у него было четверо детей. Отца они не помнят. Я только помню ситуацию, какая была. Вот такая же была страшная-страшная жара. И когда повестки принесли им, детвору забыли, бросили мы сами по себе, а взрослые проводили и все. Больше я ничего не помню. И, конечно, на меня шок был. Через 70 лет вдруг находит отца. Любопытно, что в Иванове Дмитрий Кузьмич никогда не жил. Его жена в 1946 году взяла детей и переехала из Сибири в текстильный край. Когда его супруга еще была жива, она подавала запросы в военкоматы. Но, к сожалению, ничего конкретного нам там сказать не могли. И вот в 2011 году его нашли. И когда нам позвонили, сказали, что нашли останки, я, конечно, приложила все усилия, чтобы захоронить именно здесь, в Иванове. Теперь останки красноармейца будут покоиться в могиле с его женой. Елизавета Григорьевна умерла в 1977 году. Но, как рассказывают ее дети и внуки, всю оставшуюся жизнь она была верна своему мужу. Елена Белова, Олег Милехин, РТВ Иваново.